и снова здравствуйте мои маленькие любители гальванизма сейчас у нас ночь и я дождался что розочка распустилась последняя в этом году октябрьская роза такая красавица я хочу ее увековечить поэтому сейчас мы ее аккуратненько так чик срезаем вот она родимая вот такая красавица у нас и несем мастерскую продолжение следует как говорится тем временем пока розочка сохнет после определенного состава скажем так займемся проводниками значит 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 шлифуем потому что медные провода проводка очень быстро окисляется особенно в условиях мастерской соответственно она должна быть чистой заостряем кончики это потом поможет в общем то в общем то из этой розы вообще я их сушу заготавливают проб для наших индийских партнеров которых это дело пошло гораздо лучше чем в нашей стороне вот так вот если посмотреть сюда чем не колешка зацеп здесь вот здесь два зацепа шнурок цепочка по моему шикарно кто что думает пишите в комментариях не жадничайте пожалуйста интересно просто потому что я его случилось целиком сейчас буду видеть даже наверное вот эту вот уберем на нам ни к чему ее на сушку отправим вот пожалуйста мне кажется было бы интересная колешечка сформировать ее после меднения ну ладно в любом случае понеслась а ищем точки самые слабые снимаются допустим вот здесь вот и тыкаем не щадя бедную розочку да простит она нас дальше установили проводник берем крайнюю точку стебли который процессе может быть даже и обрежет собственно говоря пока так дальше нужно будет зафиксировать вот эти части желательно конечно поближе вдруг как повторюсь все таки захочется сделать корешку значит нужен еще проводник здесь наверное будем использовать более тонкую медную назовем ее нить и обычно из этих нитей плиту нашу авторскую технику wire twisted здесь попробуем применить другом деле проводник фиксируем фиксируем так дальше выбираем точку и смотрим как лучше это все подвязать фиксируем так как лучше это все подвязать но нам главное зафиксироваться примерно дальше будет видно вот так и пробуем натянуться попутно придавая форму сейчас роза довольно таки уже сменил свет листья красная она довольно таки плотненько то есть растение уже готовится мы скажем так по сну собирается сбросите листья это самый классный период хотя вообще я удивлен что в октябре розы у нас цветут понимаешь ли нет вот значит примерно так вот дальше 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 надо натянуть повыше раз и два да пока вот так вот далее теперь нужно еще более толстая толстый проводник скажем так тоже медная проволока но более плотная кстати 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 к слову сказать по поводу вот медной проволоки многие заморачиваются что-то покупают там проводку мучают изоляцию снимают делюсь так сказать лайфхаком бесплатным советом вся вот эта проволока все вот эти вот рулоны я думаю мало кто догадается откуда но я скажу все-таки за вас у нас очень часто здесь вот скажем так вне городской среде очень часто выбрасывают пианино рояль и вот это все старое и если разобрать рояль там много-много-много пружин учитывая что это советское время проблем с металлами тогда не было китайцев как таковых тоже не было там именно хорошая медь прямо вот она качественными действительно чувствуется я просто эти пружинка собирал и когда допустим делать нечего я эту пружину прору вытягивал там стальная такая проволока на него там вот она медная пружина и вообще классная медь очень хорошо проводит ток поэтому вот он лайфхак пользуйтесь на здоровье как говорится далее 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 фиксация ну для начала тоже возьмем кончик и зафиксируемся потому что цель толстой проволоки не позволить розе сместиться или не дай бог всплыть потому что тогда вся работа будет просто запортачена вот и про хотел сказать плохое слово просовываем пока что примерно вот так вот я это все вижу далее будет видно уже по обстоятельствам потому что бывает крепишь по одному потом понимаешь что лучше немножко сменить позиции в оппозиции как-то так вот пока что да то есть если она пойдет ко дну в этом нам не подходит значит надо немножко форма менять то есть она должна немножко подтопиться то есть тоже фиксируем можно даже зафиксируется за саму вот уже сформировалась какая-то аппликация назовем ее так и нужно будет продолжать работу дальше нужно нанести первичный токопроводящий состав в самом простом случае это графит хотя это экономически невыгодно учитывая нынешние его ценники граммолин поэтому поэтому в общем поэтому поэтому вот напоминайте примерно так это выглядит продолжаем я не пожалею граммолину поскольку это роза последняя в этом году это 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 Продолжение следует... Примерно пока что так. И ждем. И вот такая красавица у нас получилась. Да, кое-где не прокрыты, это естественно. К фотографии не попало, но форма сохранена. И с ней можно будет продолжать работать. Вот, заметно тоже. Здесь ничего не покрылось. В общем, там, куда аэрозуру не достает, оно не покрывается. Но это не критично, это даже совсем не страшно. Главное, что контуры целые. Как-то так. Ну, а розовый сезон, собственно говоря, закрывается на этом всем. Вот такой получился запасец. Будет и красиво, и зловеще. Вот такие вот они розынки. Даже здесь кто знает, тот поймет, что это. И даже вот такая вот красота. Все это первичная затяжка. Таким образом, они у меня могут храниться сколько угодно, в общем-то. Я, бывало, и больше года хранил. Это, как правило, все для наших кандидатских партнеров, опять же. То есть, впрок. Гораздо проще делать так. Вот тоже видно здесь чуть-чуть не прокрыто. Но с бутоном ничего не происходит страшного. Он не теряет форму. А если даже появятся какие-то отверстия, там что-то еще, вот, наглядно видно здесь вот, то это не страшно. Вот и все. Всем пока-пока. Говорите и берегите себя. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!